Наступление российских войск на Харьковском направлении. Но Арестович будет говорить, что это хитрый план перемоги. Остров Змейный обстреляли с двух сторон. Борис Джонсон стал важным одесским гусем, почетным гражданином Одессы. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 2 июля утро. И начну я с Харьковского направления, потому что поступают сообщения, в том числе от Арестовича, от генштаба ВСУ, что там наметилась определенная активность. Перед этим, друзья, попрошу подписаться на мой телеграм-канал, потому что там оставил некоторые мнения, которые не могу разместить здесь. Итак, как сообщает Арестович, под Зюмом в Харьковской области российские войска возобновили движение в направлении на Барвинково, Богородичное, долину Пришип и Закотное. Об этом он сообщил Марку Фейгину. По словам Арестовича, у россиян не очень получается наступление в этом районе. Ну и переводя с языка Арестовича, значит это, что не очень получается, совсем, конечно же, другое. Так же, как и 3-4 недели. Это вот такой язык Арестовича. Интересно, когда очередные поселки падут или падет даже Харьков, что будет рассказывать Арестович? Наверное, так же, как в Северодонецке. Это хитрая операция «Мокрый сахар». Но также может появиться операция «Несоленая соль», «Буря в борще» и даже «Сало в шоколаде». Возможно, в скором будущем от Арестовича мы услышим эти названия, эти гениальные операции, по мнению Арестовича. Но также Арестович заявил, что попытаются атаковать Крымский мост, если у них появятся соответствующие вооружения. Но пока их нет. Но если появятся, вот тогда они точно. Но также еще один украинский военный эксперт говорит, что попробует атаковать даже Севастополь, если появятся соответствующие виды вооружений. Но об ответках, конечно же, они умолчали. Но пока что остров Змины обстреляли с двух сторон. Залуженный вчера выложил видео, причем интересно, что злые языки из украинских источников говорят, что это не украинское видео, с точки зрения неукраинскими средствами было снято, где якобы российский самолет атакует остров Змеиный. В то же самое время в ведомстве Залуженного заявили, что также обстреляли остров Змеиный и уничтожили там какие-то российские объекты. Кстати, там на странице Залуженному написали, что, может быть, он перебрал чего-то такого крепкого и выкладывает секретное видео. Ну, а также обстреливает остров Змеиный. Ну, набежало куча его собутыльников защищать его. И, кстати, он недалеко сосед в Лондонщине. Одних очень тоже известных людей. Ну, если мы заговорили о Лондонщине, то вот следующие два события, связаны как раз таки с Лондоном. С одной стороны, в Харькове снесли герб Советского Союза на важном историческом здании. Казалось бы, при чем здесь Лондон и Харьков? Дело в том, что сначала харьковские власти сказали, что они не будут портить историческое здание. Ну, а потом почему-то с Лондона поступила такая вот команда, буквально которую они выполнили. Так же, как и Терехов, решил выслужиться перед Борисом Джонсоном. И ему присвоили звание почетный гусь. Пардон. Пардон. Почетным гражданином Одессы. Об этом в интервью BBC заявил мэр Геннадий Труханов. Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мной было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Морозли первой, второй, третьих степеней. Одесситов, конечно же, никто не спросил, но одесситы в большинстве своем уверены, что это ненадолго. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.